А теперь давайте пойдем делать нормальный обзор Ян Фэй. Фауэ не норм, конечно. Нормальный обзор Ян Фэй. Ян Фэй это для тех, у кого нет кли, сразу же вопрос в чатике. Ян Фэй это бюджетная кли, которая, возможно, может наносить столько же урона, как и кли под сенцушкой. Она чистый огненный мейн-дэдэшер. Под сенцушкой должна быть очень классной. И у нее очень няшная печать на ней эллинионок. Мне очень понравился ее сплэш-арт сегодня, когда Яна выбивала. Я посмотрел такой офигенный сплэш-арт. Ту-ту-бум. Так, дают ей молитву Святым Ветрам здесь. Конечно же, топовое оружие, хорошая, очень крутая легендарка для тех, кто играет бюджетно. Морская карта хороша. И, конечно же, песи странника идеально. Песи странника, особенно под сенцушкой, просто вносите под мастерством стихии, криты. Все как нужно огненному персонажу. Жаль, что у нас нет двух сенцу. В общем, я уже говорил, но еще раз говорю. Если у вас нет мейн-дэдэшера, а-ля Джун Ли... О, Джун Ли. Простите, он тоже... Дилюк. Сегодня Яне выпал Дилюк вместо Джун Ли вначале, потом выпал Джун Ли. А если у вас нет Дилюка, Кли или Ху Тао, всем стоит выбить Ян Фэй. Потому что под сенцушкой это сильнейший огненный мейн-дэдэшер. Я еще не посмотрел ее обилки, но я уже знаю, что это точно так. Теперь давайте посмотрим все-таки на таланты и на их циферки. Печать одобрения. Обычная атака запускает до трех огненных шаров, которые наносят первый урон. Когда обычная атака попадает по врагу, Ян Фэй получает одну багровую печать изначально. Может иметь максимум три печати. При каждой активации длительность уже имеющихся багровых печатей обновляется. Каждая багровая печать снижает потребление выносливости. Здорово, Айлет. Спасибо за 50 рублей. ЧИЧА! Слушай, ну если это всего лишь 27 ролл, то не смей жаловаться. Тебе до деда всего лишь 76 крутых. Спасибо за дальнейший акцент. Заряженная атака. После прочтения краткого заклинания тратит некоторое количество выносливости и все багровые печати, нанося первый урон по площади перед собой. Чем больше потрачено багровых печати, тем больше урон и радиус заряженной атаки. Накопив энергию огня, атака в падении стремительно падает на землю, нанося первый урон. Циферки. 90, 80, 120. То есть в сумме, ну условно 300% урона. Да, 300% на восьмом уровне звучит как неплохая цифра. Тем более, если каждая эта атака будет испарением. А потом сразу же заряженная атака, которая, допустим, тоже должна быть испарением под сенсушкой. 247, это получается с тремя печатями, да? Их же три максимум. Не, подождите, в начале три максимум. Раз, два, три. А эту добавляет, наверное, какой-нибудь талант или созвездие. Или Ешка. Я помню, что Ешка тоже их накидывает. Снижение потребления и выносливости с багровой печатью. 15, 30, 40, на 45% за три печати. Ну, в два раза дешевле. 25% выносливость не очень много за заряженку. Конечно, Клишка делает бесплатные атаки, когда у нее клевер летает за спиной, если я правильно помню. Ром в падении не очень большой. Низкий, ну это телом, когда попадаете по врагу. Низкий, высокий удар, 243. Ну, тоже такие не очень большие цифры. Ок. Так, багровая печать длятся аж 10 секунд. Они же не спадают, когда переключаешься? Исчезают при смене персонажа. Жалко. Ну, в любом случае, мы знали, что она мейн-дэдэшер. Для того, чтобы за нее дамажить, надо прожать все саппортные обилки. А-ля, не знаю, ульта Диона для мастерства стихии, если она у в шестого созвездия. Плюс Синцу. Плюс какой-нибудь там Беннет. И поехали жарить всех за Янфейку. Ешка. Призывает языки пламени, которые наносят пиро урон по площади. При попадании по врагу дает Янфей максимальное количество багровых печатей. Печать, нанесенная огнем, имеет не только юридическую силу, но и накладывает дополнительные условия от самой Янфеи. Ведь законы природы не изменить, опираясь лишь на авторитет департамента по делам граждан. 271 урона не очень много, с учетом отката 9 секунд. Ну, по тайне будет писать по 15-20 тысяч, наверное. По испарению, ну, по десяточку где-то с нормальными статами. Не знаю. Ну, типа, обилка, которая нужна для того, чтобы сделать зажатую атаку, которую тоже 247 пишет. Или 221 по испарениям, если вы под сенсушек, соответственно, ее делаете. Ну, хорош, нормально. Давайте ульту смотреть. Вызывает яростный поток огня, который бьет окружающих врагов, нанося пиро урон по площади. Также дает Янфеи максимальное количество багровых печатей и эффект блеска. Имеет следующие эффекты. Периодически дает Янфеи одну багровую печать. Периодически. Увеличивает урон заряженной атаки. О-о-о! Вот оно что! Еще урон заряженной атаки увеличивает. Эффект блеска пропадает, если Янфеи погибает. Покидает поле боя или погибает. Ну, да. Пиро Рейзор! Ну, на самом деле, просто еще одна Кли, понятное дело. Потому что у Кли тоже ульта заставляет на ней сидеть, если вы не четвертого созвездия. Условия ясной договора жизни и смерти заключен. Ты умрешь, я буду жить. 300 урона навыка. Тоже почти такой же, как от Ешки. Интервал получения багровой печати каждую одну секунду. То есть, по сути, позволяет делать не три базовых атаки, а две базовых атаки, а потом заряженку. Наверное. Ну, да. Увеличение и... А то и одну. Увеличение урона заряженной атаки на 49%. Мне кажется, что одна плюс заряженка надо будет как-то так кастить. Давайте посмотрим таланты. Когда заряженная атака и инфаи потребляют багровой печати, каждая потраченная печать увеличивает бонус пиро урона на 5%. Эффект длится 6 секунд. Вау! То есть, она получит до 15% пиро урона, а то и больше, если созвездия дают доп печати. Класс. Если во время действия эффекта снова используется заряженная атака, то она снимает предыдущий эффект. А заново-то накладывает? Нет? Не, все-таки снимает, снимает. Не, наверное, накладывает. Снимает и накладывает заново. И накладывает то количество, сколько печати потреблено. То есть, обязательно на трех печатях всегда пытаться бить. Пламенный взгляд при критическом попадании заряженной атаки по противнику. Янфэй дополнительно наносит пиро урона по площади, равный 80% сил атаки. What? Урон считается уроном заряженной атаки. То есть, он еще и усиляется. На него тратятся багровые печати, получается. Или нет? Какая заряженная атака. Странные. Странные механы немножко, если честно. Скорее всего, будет потреблять вот эти вот печати, нанося пиро урон. И докладывать новые, наверное. Звучит вот это, вот это звучит интересно. Пиро урон по площади дополнительный. Допустим, мы кидаем заряженку, влетают мечи Синсу, ее заряженка бьет. Делает первое испарение, а потом еще пиро урон дополнительный. Ну, всего лишь на 8 сил атаки, ну, плюс еще. Еще одно испарение, плюс того Ешка, что тоже хорошо. Окей, и отмечаю Диковин и Льюи на миникарте. Вот это, конечно, смешно просто. Как же они пауэркрипнули Чичи. Понятное дело, тем, кто играет очень много в игру, не так нужно знание диковинок, где они находятся. Потому что все и так знают, где находятся диковинки, кто задротит. Но Чичи теперь еще бесполезнее, чем было раньше. Ну, по крайней мере, для новичков в игре и для таких, ну, больше казуальных игроков, которые заходят на часик, на два, там, с мобилок играют и так далее. Чичи просто рип вообще. Зачем ей это дали? Так, давайте быстро созвездие посмотрим. Мне кажется, что первое или второе должно давать плюс одну печать. Первое созвездие. При проведении заряженной атаки каждая багровая печать увеличивает сопротивление прерыванию во время чтения заклинания и снижает потребление выносливости этой заряженной атаки на 10%. Каждая увеличивает сопротивление и уменьшает еще заряжение. То есть, там было 45%. Там было 45%. А здесь еще плюс 30%. То есть, 75% дешевле заряженки будут. Найс. Вот это не нужно, сопротивление прерыванию, потому что мы ее, предположительно, мы ее всегда используем сенсу. С другой стороны, если у вас два огненных ддшера в двух разных пачках, то двух сенсу у вас нет. В таком случае у вас, в таком случае это будет полезно. Для одного из дд. Допустим, у вас есть Ху Тао, а в другую пачку вы хотите добавить Янг Фэй, да? Ну, неплохо, кстати. Кстати, Янг Фэй будет хороша в нынешней бездне, новой. Потому что она персонаж, который не очень зависим от Ешки и от ульты. И кулдауны будут не так страшны. Она чистый мейн ддшер на базовых и заряженных атаках. Три базовых, заряженка. Три базовых, заряженка. Плюс, если там будут водные мобы, на которых будут, например, водные слаймы. Это постоянное испарение, ее можно будет использовать без сенсушки. Ну да, пиры всегда нужны во всех безднах. Пиры и имба, это да. Вот. Конечно, нам нужен второй сенсуш, чтобы, блин, использовать его в двух разных пачках. Ну, типа, да. Давайте смотреть дальше. Увеличивает на 20% шанс крит попадания заряженной атаки Янг Фэй против врагов с ХП ниже 50. Вау, круто. Смотрите, она уже очень крит-шансозависимая. То есть, ей надо добирать по 70% крит-шанса. По 70, по 80. Соответственно, 70% это максимум, который ей нужен, особенно под вторым созвездием. Я хочу ей созвездия, они выглядят хорошо пока что. Но где дополнительный, дополнительный этот, дополнительная печать? Четвертое созвездие, преиспользуемый талант по рукам, создает щит, который поглощает в течение 15 секунд. Поглощает урон, равный 45%. Новый пиро-щит. Жаль, что не накладывает на себя пиро-элемент. О, 45% от макс ХП пиро-поглощается эффективней. Вау. Синьянь снова не нужна. Со своим пиро-щитом. Очень интересное, хорошее созвездие. Щиты это очень круто. Щиты это очень круто, созвездия классные. Это да. Спасибо, Аль. Да, конечно, кстати, спасибо еще за 50 рублей. Ну, с первой... Надеюсь, что выпадет. Ох, буду... Пока буду ролить деда, буду надеяться на... На... С2 хотя бы, Янфей. С4 тоже, как quality of life, очень неплохо выглядит. Хорошо, а С6. Увеличивает максимальное количество багровых печатей. Итого, 75. 90% уменьшения стоимости заряженки. Плюс еще 5% дополнительного пиро-урона. Вот оно, вот оно. И по две заряженные атаки вместо одной, наверное, на... В момент действия ульты. Потому что ульта дает доп. печати раз в секунду, чтобы по 4 расходовать. То есть у нее мувсет должен меняться в зависимости от того, есть у нее 6 созвездий или нет во время ульты. Но это еще, опять же, привыкать, смотреть надо. Это я так, типа, теорию из головы говорю. Ух, С6, да, неплохо, неплохо. Ну, Грац, Янфэй, Харкс. Не Грац без деда. Ну, давайте посмотрим, почему ей Синсу не дали в тестовый забег. Что это такое? Теперь еще одна заряженка, потому что Ешка дает 3 печати. Эй, стоп, я ее отменил, что ли? В отличие от Кли... Ооо, она не такая удобная, как Кли в этом плане. Нельзя шифтануть. Ха, окей, ультуем, посмотрим. Сейчас, стоп, посмотрим на циферку. Ну, там не очень большая цифра должна быть. Нельзя шифтить заранее. Тайние на 24 тысячи, ну, да, по сути. Раз, заряженка, да, 3, успела. Успела накопиться, раз, заряженка. Ага, как я примерно и говорил. Не, очень приятный персонаж, очень сильный. Но за Кли удобнее, как только... В ту же секунду, как только вы зажали атаку за Кли, она уже 100% нанесет урон. То есть, видите? В этом плане Кли, конечно, поудобнее. И прыжки нельзя делать, как за Кли. И нельзя делать прыжочки. Ок. Так, Ешка. Здесь те же цифры, что и ульта пишет, по сути. Заряженка ульта. Заря... Можно заря... Ну, обыч... Стоп. Обычная атака, заряженка. Обычная атака... А что за три цифры на ней? Цифра это тот самый талант, который качает... Пир урон, я понял. Это дополнительный пир урон. Блин, офигенный перс. С сенсушкой просто разносить должен. Ну, как и ожидалось. Понятное дело, здесь ей дали легендарку, но... Как я уже говорил... У кого нет молитвы со стримой травм, которая на ней реально очень сильно выглядит... Песня странника. Песня странника это офигенно, это очень-очень сильно. Это сильнейший эпик, который аутклассит легендарки на первых пробудах. Так что... Идеальные четыре пира. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, ее вообще статус здесь в тестовом забеге. 1600 силы атаки. Просто у нее зрение не очень хорошее. Иначе, что бы ты так близко читала, да? 87 крит шанса. На 91 крит урона. Кстати, молитва со святым ветром ей очень хорошо подходит. Очень хорошо подходит, потому что дает крит шанс. То есть, Песня странника дает крит урон, придется добирать крит шанс шапкой. И всеми сапстатами на всех артефактах. Либо через, я не знаю... Через ульту Розари. Через, ну, закончившуюся Ешку... Этой... Хутала, это, конечно, смешно. Два пира мейнтт шарварной пачки. 134 урона. 134 бонуса пира урона. Охренеть просто. А это еще откуда минус физ сопротивление? Из-за эффекта заморозки, что ли? Да. Как вы? Забавно. Ну да, крит урона здесь недостаток. Недобор, конечно же. Должно быть 90 на 180, но... А, на меня суперпроводник был. Да, скорее всего. Да, там тут лед плюс электричество. Охрененно. Восстановление энергии нужно вообще? Я не посмотрел, сколько ульта-то жрет. 80. А сколько лем-частиц восстанавливает? Заряженка. Скорее всего, 4... Ой, заряженка Ешка. Скорее всего, где-то 4. А она в заряженках случаем не кидает лем-частицы, нет? Так, я не понял, а что так быстро ульта восстановилась? Ладно, сколько лем-частиц? Три. Три пира-частицы. Это мало. Ей нужно восстановление энергии, скорее всего. Я понимаю, что в тестовом забеге увеличены частицы. Это мало. Либо Сен Лин с гобой брать в саппорты. Ну, Сен Лин это хороший выбор, да, в любом случае. Либо качать восстановление энергии. В отличие от Кли, которая очень независима от восстановления энергии, очень легко восстанавливает самостоятельно энергию. Ян Фейки, она нужна будет, да. Либо Фавонии в пачку под нее. Какой-нибудь персонаж с Фавонием. Не знаю, Диона с луком Фавонием, что-нибудь такое. 80 дорого. Это очень дорого для того, чтобы ультить. В общем, как и ожидалось, выводы по персонажу общие. Персонаж офигенный. Конечно же, крутите вместе с Джун Ли. Особенно, если у вас нет Ху Тау, Делюка или Кли. Если вы мечтали о Кли, как крутом Пиро Дедешере, крутите проще Ян Фей. Ее гораздо проще выбить, чем Клишку. Если вы мечтаете о Кли, как няшной девочке, которую хотите себе в пачку. Ну, что я могу сказать. Не забываем о том, что Геншин. Игра про вайфу. И надо крутить любимых персонажей. Такая прикольная на самом деле. Танцует так классно. Особенно вот этот танец при заряженке прям классный. Такая цифра странная, 0. Вот, но Янка офигенная. Янка офигенная, всем советую. Надоели вайфу. Она дракончик. Она козы... Она новая... Она не козочка, она олененок. Она олененок. Козочка у нас уже одна есть. Вот она классная. Она олененок. Два часа до роллов. Долго. Где-то в чате спрашивали, куда пропал Нюк. Нюк заболел короной, поэтому сейчас выздоравливает. Вот. Ждем, когда поправится. Последний раз, когда я его спрашивал, вроде ему было получше. Было пару дней назад. В больничке лежит. Вот. Так. Разве она не восстанавливает энергию, когда поглощает свои печати? Не видел такого. Такой информации. Ничего там вроде написано про печати не было. про восстановление энергии. СБП же есть каталист. Да, каталист СБП ей хорош. Но зачем, если есть письте странника? Яна во вторую пачку. Не, ну, кстати, да. Каталист СБП может быть даже очень хорош за счет того, что крат шанс дает. Да, это правда одно из лучших оружий на нее. Угу. Угу. Но. Опять же, письте странника настолько жесткая. Особенно под сенсушкой. И все, ну, все же из батл пасса лучше брать меч драконьей кости. Это самое сильное оружие. Ну, солнечная жемчужина, да, тоже хорошо, понятное дело. Ну, такой довольно бюджетный выбор. Если не падает письте странникам, батл пасс не супер дорогой. Да, да, неплохой, неплохой выбор. Ну, и, конечно же, по артефактам, либо четыре ведьмы, либо четыре ансамбля. Супер на ней. Да. Ладно, все, хватит обозревать Ян Фэй, хватит.